Здравствуйте! Меня зовут Смарев Роман Станиславович, я доцент кафедры компьютерной системы и сети. Я буду читать у вас курс «Языки интернет-программирования». Этот курс является обзорным технологическим курсом. В рамках этого курса мы рассмотрим основные принципы построения веб-приложений, но мы не будем очень глубоко углубляться в конкретные языки программирования. Несмотря на это, мы рассмотрим языки разметки, такие как HTML, CSS, мы рассмотрим программирование на JavaScript и мы рассмотрим создание серверной части веб-приложений на одном из современных языков программирования — это язык программирования Ruby. Кроме того, мы рассмотрим сопутствующие технологии, которые необходимы для того, чтобы строить современные веб-приложения. На сегодня наша лекция посвящена первому вопросу — это языки разметки. То есть то, что необходимо для создания веб-страниц как таковых. Также мы рассмотрим технологии и основную архитектуру ВВВ и рассмотрим основные принципы построения этих страниц. Первое, с чего следует начать, это, конечно же, с того, какие органы занимаются стандартизацией и управлением всего того, что связано с развитием интернета. И прежде всего, я думаю, что вы видели такие логотипы. Это логотипы V3C, логотипы SVG, HTML5. Что следует отметить? Что все это логотипы консорциума, который называется World Wide Web консорциум. И именно этот консорциум занимается управлением всего, что связано с стандартами, управляющими языки разметки, все, что связано с интернетом. Этот же консорциум предписывает определенный формат архитектуры. И архитектура World Wide Web выглядит следующим образом. Прежде всего, у нас есть некоторый ресурс. То есть ресурс, к которому мы можем обратиться. Для того, чтобы мы могли обратиться к этому ресурсу, нам нужно выполнить процедуру идентификации. И эта идентификация возможна при наличии идентификатора. Значит, если у нас есть ресурс, есть идентификатор, мы можем к нему обратиться. Но нам нужен процесс взаимодействия, в рамках которого мы можем получить представление этого ресурса на веб-агенте. И в рамках представления у нас есть определенные форматы. Следующий орган, который занимается координацией развития стандартов и спецификаций, связанных с интернетом, это так называемый формат Request for Comments. Как таковое, он не имеет статус стандарта, но Request for Comments – это традиционный формат выпуска спецификаций, который относится ко всей сетевой инфраструктуре. В рамках формата спецификации Request for Comments выпущены практически все протоколы, которые относятся к сетевому уровню. И, естественно, все, что было связано с интернетом, поскольку все это возникло в конце 80-х годов, в начале 90-х годов, естественно, по историческим причинам, это родилось на основе Request for Comments. И только потом часть из того, что относилось к Request for Comments, было отдана в распоряжение World Wide Web Consortium. В рамках Request for Comments следует отметить, что, естественно, есть соответствующие рекомендации, причем все рекомендации нумерованные. Были выпущены рекомендации к тому, как следует описывать форматы спецификаторов, форматы идентификаторов. Надо сказать, что сейчас существует три типа идентификаторов. Это URN, то есть Uniform Resource Names, Uniform Resource Locators и Uniform Resource Identifier. Первый формат идентификатора уже устарел. То есть сейчас мы используем, в общем-то и первый, и второй, мы используем схему третьего, которая включает в себя идентификаторы как первый, так и второй. Значит, что это такое? URN, Uniform Resource Name, определяет глобальное имя ресурса, независимо от того, где он расположен. То есть таким примером у нас может быть идентификатор ISBN, например, идентификатор книги. Почему этот идентификатор определяет глобальное имя, но не определяет расположение? Возьмем, например, книгу. То есть книга, выпущенная тиражом 10 тысяч. У каждой из этих книг будет такой идентификатор. Этот идентификатор согласован, естественно, с издательствами. Любое издательство будет регистрировать книгу под подобным идентификатором. Если вам нужен этот ресурс, а в данном случае ресурсом становится книга, все, что вам нужно сделать, это запросить в библиотеке ресурс с таким идентификатором, ISBN. Значит, вы не знаете, в какой конкретной библиотеке может этот ресурс находиться, но если он там есть, вам найдут именно этот ресурс. То есть идея этого идентификатора заключается в том, что их много. То есть конкретно нет расположения, но вы можете идентифицировать ресурс. Второй идентификатор называется Uniform Resource Locator. То есть в отличие от Uniform Resource Names, он определяет конкретное месторасположение ресурса. То есть вы не только знаете, какой конкретно вам нужен ресурс, вы в то же время знаете, где он расположен. Когда вы обращаетесь к такому идентификатору, идет обращение к конкретному сетевому ресурсу, который находится на конкретном сервере в интернете. И примеры ссылок, которые здесь приведены, здесь это как раз и есть Uniform Resource Locator в привычном формате HTTP, например, ресурс Wikipedia. Рекомендация Request for Comments по URI включает в себя возможность указать любой из ресурсов. То есть первая часть, это некий идентификатор до двоеточие, включает в себя либо указание сетевого ресурса, либо Uniform Resource Names. То есть эта часть называется схемой. Если мы говорим об Universal Resource Locator, то в этом случае далее следует authority, то есть расположение этого ресурса в сети интернет. Следующая часть, это путь. Разделителем является вопросительный знак, после вопросительного знака запрос и фрагменты, если они есть. Часть перед вопросительным знаком, точнее вся часть не перед вопросительным знаком, перед вопросительным знаком, она является обязательной, после вопросительного знака, включая вопросительный знак, она является опциональной. Ну и таким образом URI состоит из схемы. Далее authority, логин, пароль, узел. Разделителем логина, пароля является символ AdCommerce. Порт является опциональным, если порт 80, он принят по умолчанию, он может не указываться. Во всех остальных случаях порт указывается явно. И далее идет путь, после которого может стоять опциональный знак вопроса с параметрами, если они есть. Следующий большой аспект — это взаимодействие. Как происходит взаимодействие сети интернет? С точки зрения архитектуры World Wide Web у нас есть два понятия. Это веб-агент и сервер. Веб-агент отправляет сообщение запрос, сервер обрабатывает это сообщение и тут же отправляет сообщение ответ. То есть это заложено архитектурой взаимодействия. В качестве протоколов могут быть любые протоколы типа HTTP, FTP, SOAP, NNTP, SMTP, POP3 и так далее. Значит, это протоколы, которые могут использоваться для взаимодействия сети интернет, и они заданы соответствующими спецификациями RFC. Что такое формат? Формат — это данные, которые передаются в качестве запроса и ответа. И тот пример, который здесь приводится, — это формат HTML в рамках протокола HTTP. Что мы можем здесь видеть? Значит, здесь мы видим заголовок протокола HTTP, в рамках которого мы можем видеть стандартный ответ из заголовки этого формата. Далее идет пакет с данными. Слово «данные» здесь в качестве пояснения. Естественно, если мы говорим о взаимодействии клиента и сервера в сети интернет, то нельзя не отметить о существовании семи уровней модели OSI. Об этой модели чаще всего вспоминают те, кто говорят о сетевом взаимодействии как таковом. То есть в рамках нашего курса вам не надо углубляться в то, что здесь рассмотрено, но вам надо понимать, что такая модель существует, и именно она позволяет вам получить доступ от любого клиентского устройства к вашему веб-приложению. Клиентское устройство иллюстрируется с левой стороны. Например, справа у нас сервер и семь уровней. Что такое эта модель? Эта модель предписывает соответствующие уровни реализации драйверов, которые должны быть реализованы в любой современной операционной системе. Если в операционной системе реализованы драйверы соответствующего уровня, вам не надо заботиться о том, каким образом получить доступ к ресурсу. Проблема заключалась в том, что когда интернет только зарождался, по сути это было начало 90-х годов, было большое количество разрозненных стандартов сетевого соединения. То есть вы могли использовать какую-либо локальную сеть, например, именно эта локальная сеть могла использоваться в каком-нибудь учреждении, но для того, чтобы подключиться к сети другого учреждения, нужны были специальные шлюзы, не всегда протоколы могли быть согласованы, и это создавало большое количество проблем. Плюс, как правило, программы работали непосредственно с драйверами низшего уровня. Теперь, если подумать о том, как происходит этот процесс, вы можете получить доступ к веб-приложению с любого клиентского устройства. То есть это может быть стационарный компьютер, это может быть мобильное устройство, это может быть вообще что угодно. Но ведь если задуматься, в случае, если мы используем стационарный компьютер, мы, как правило, работаем по физическому уровню через кабель. Если мы используем ноутбук, как этот, он сейчас подключен по технологии Wi-Fi. Если же мы рассматриваем мобильные сотовые устройства, как правило, они подключены по технологии либо 3G, либо 4G, либо какой-либо еще сетевой технологии. То есть, как минимум, физический уровень во всех этих случаях у нас различный. То есть, если бы у нас не было унификации на уровнях выше, то это означало бы, что мы просто не могли бы получить доступ. То есть, семиуровневая модель OSI, по сути, что позволяет? Она позволяет нам работать на прикладном уровне, а протоколы типа HTTP — это самый верхний уровень. Все протоколы уровней ниже реализуются соответствующими драйверами операционных систем. То есть, таким образом, создавая веб-приложение, мы работаем только на верхнем уровне. Обо всем остальном заботится операционная система и конкретно те драйверы для конкретных устройств, которыми вы хотите пользоваться. Здесь следует показать, как выглядит протокол HTTP. Для этого нам понадобится браузер. Например, откроем какой-нибудь ресурс. Любой браузер имеет режим отладчика. И в режиме отладчика мы можем посмотреть, какие сетевые запросы у нас идут от нашего браузера к серверу или к веб-приложению. Как я уже отметил, взаимодействие у нас между браузером и сервером происходит по технологии, по протоколу HTTP. И, соответственно, есть заголовки. Эти заголовки мы можем посмотреть здесь. Значит, мы можем посмотреть ответ, который нам пришел на браузер. И мы можем посмотреть в режиме чистых заголовков, что мы отправили и что мы получили. Кроме того, мы можем отредактировать сами запросы. Об этом я скажу еще несколько позже. И, кроме того, для того, чтобы посмотреть, как работает протокол HTTP, мы можем воспользоваться специальной программой-снифером. Из самых распространенных сниферов можно назвать снифер под названием Vyashark. Все, что нам нужно сделать, нам надо запустить его на прослушивание соответствующего интерфейса. Интерфейсом сейчас является Wi-Fi. Запускаем снифер. И после этого мы можем обратиться к какому-нибудь ресурсу. Нас интересуют прежде всего ресурсы HTTP, которые не имеют шифрования. Значит, теперь останавливаем запись. Ищем среди пакетов, которые здесь записаны. Пакеты, во-первых, протоколы TCP, как протоколы канального уровня. И нас интересует запрос по протоколу HTTP. Теперь мы можем склеить этот поток. Что мы видим? Мы видим запросы по протоколу HTTP. К красному выделены запросы, запросы со стороны браузера. Синим — полученный ответ. То есть, таким образом, мы можем видеть, что заголовок протокола HTTP — это протокол текстовый. Ну и, соответственно, мы получили в данном случае ресурс с картинкой. Или ресурс… Нет, мы получили не картинку, мы получили сжатый ресурс. Дальше. Говоря о веб-агентах и веб-серверах, надо, естественно, упомянуть, а кто они такие. Если мы говорим о веб-серверах. Веб-сервер — это программа, которая обеспечивает выполнение веб-приложений. И среди веб-серверов, естественно, ведется определенная статистика. Среди веб-серверов, которые доступны в интернете, можно выделить следующее. Говоря о том, какой веб-сервер был наиболее популярным многие годы, надо отметить, что это не что иное, как веб-сервер Apache. Это веб-сервер с открытым исходным кодом, который устанавливается чаще всего на Linux, на FreeBSD серверах, ну и частенько на коммерческих операционных системах. То, что мы видим здесь в виде красного всплеска, написано веб-серверы компании Microsoft. К сожалению, сложно сказать, что это означает. Дело все в том, что Microsoft, прежде всего, это коммерческий веб-сервер, ориентированный на запуск приложений только компаний Microsoft. Скорее всего, вот этот всплеск — это не что иное, как ошибка регистрации по причине того, что сейчас популярна облачная платформа от Microsoft, то есть Microsoft Azure. Это статистика, которую собирает компания Netcraft. И, в принципе, вы можете время от времени заходить и смотреть, какие веб-серверы сейчас популярны. Но нас интересует следующее. Нас интересует, во-первых, веб-сервер Apache. Далее мы видим, что весьма популярен легкий сервер Nginx. Все остальное — это либо специализированные веб-серверы, либо коммерческие веб-серверы. Сервер Nginx для нас интересен тем, что его создателем является выпускник нашей кафедры Игорь Сысоев, которому удалось создать такой достаточно нужный программный продукт, легковесный по сравнению с веб-сервером Apache, и достичь практически 25-процентного внедрения в рамках данной планеты. Если же мы говорим о веб-агентах, то веб-агенты — это программа, которая формирует запросы на сервер. Среди веб-агентов чаще всего мы говорим о веб-браузерах. Веб-браузеры создаются для разных операционных систем. Веб-браузеры могут быть совершенно различными. Это могут быть графические веб-браузеры, это могут быть текстовые веб-браузеры. Я думаю, что всем вам знакомы графические веб-браузеры типа Firefox, типа Chrome. И мы видим, что по состоянию на август 2017 года в Рунете статистика собрана по Рунету, то есть по русскоязычной области интернета. Наиболее популярным веб-браузером является Chrome. На втором месте это Mobile Safari, где-то там должен быть браузер Firefox. Что-то я его не вижу. Оставим это на совести тех, кто собирал статистику. Но тем не менее, мы можем здесь видеть, что достаточно большой рост популярности мобильных устройств. То есть говоря сейчас о том, кто является пользователем интернета, сейчас это уже не настольные компьютеры, а больше половины запросов исходит от мобильных устройств. Кроме того, бывают весьма для вас уже экзотические браузеры. Это браузеры текстовые. Один из них я сейчас покажу. Например, это браузер Lynx. Откроем тот же самый ресурс opennet.ru. Этот браузер, по сути, пришел из начала 90-х, когда еще не было графики. Тем не менее, это простейший веб-браузер, которым вы можете пользоваться, вы можете ходить по ссылкам. Естественно, никакие средства типа JavaScript здесь не поддерживаются, но тем не менее, это не меняет его как программу, которая является веб-агентом и при этом является полноценным браузером. Говоря о протоколе HTTP, я уже успел показать, как он выглядит. Протоколы HTTP — это протокол, у которого есть текстовый заголовок. Есть пять основных команд. Остальные команды являются специализированными для работы, например, с прокси-серверами, так называемыми. О прокси-серверах я буду говорить позже, в последующих лекциях. Из основных команд, которые здесь есть, следует отметить команду get, то есть получить ресурс. Как видите, команды на английском языке, они в целом достаточно понятны. Команда head — получить только описание ресурса. Эта команда используется в тех случаях, когда нам надо получить просто короткое описание. Например, у вас есть в качестве ресурса большой файл. То есть вы хотите хранить и хотите предоставлять ресурс, например, объемом 4 гигабайта. В этом случае надо каким-то образом клиенту дать возможность определить, есть ли у него этот ресурс уже ранее скачен. На самом деле это относится, конечно же, и к картинкам, в первую очередь к картинкам. То есть команда head позволяет получить описание ресурса, не скачивая его целиком, получить дату его последней модификации, его размер, и понять веб-агенту, нужно ли скачивать ресурс целиком. Это позволяет минимизировать трафик. Есть команды post, put, и между ними есть очень простое отличие. Команда post со стороны веб-агента отправляет данные, которые должны быть обработаны сервером. А команда put отправляет ресурс. То есть мы говорим всегда о размещении ресурсов. Если мы говорим о интернете, о World Wide Web, мы говорим о ресурсе. Значит, если мы отправляем данные, которые должны быть переработаны, это команда post. Если мы говорим о размещении ресурса без изменений, например, взять файл и положить его на удаленной файловой системе, это команда put. Если мы хотим удалить какой-то ресурс, то для этого есть команда delete. Строго говоря, все эти команды реализуете вы сами. То есть когда вы пишете веб-приложение, вы можете переопределить смысл этих команд. Но вот такой формат, он рекомендован для использования протоколом HTTP. Простой пример протокола, вот он. То есть текстовый заголовок. Это команда get. Получить ресурс, который называется moodle.pix.modle.log. Moodle — это Learning Management System, то есть система управления обучением. На примере нашего кафедрального сайта. Host — это узел, к которому мы обращаемся. Далее следуют опциональные заголовки. Заголовки, которые позволяют веб-приложению понять, какой конкретный веб-агент подключается. В данном случае мы видим User Agent, то есть Mozilla версии 5.0. То есть это спецификация, грубо говоря, или говоря жаргонным языком, движок этого браузера. Спецификация, какая оконная система используется. X11 — это Linux. Версия Linux OpenZoze. Версия аппаратной платформы. Конкретная версия Firefox. Ну и дублирование этой версии. Далее следуют опциональные заголовки, которые говорят, что конкретно браузер может принять. В какой кодировке он готов принять данные, например, что он готов принять в сжатом виде. Кодировка текста, который он готов принять. Что делать с соединением. Служебная команда, которая говорит, закрывать ли соединение или нет. То есть должен ли сервер забыть о существовании данного TCP-соединения или оставить его. И с какой страницы мы переходим. Куки — это дополнительная информация, которая позволяет хранить блоки данных, которые могут быть использованы сервером для того, чтобы помнить о том, кто к нему подключался до этого. На этот запрос сервер выдает примерно вот такой ответ. То есть первая строчка — формат протокола HTTP, по которому он ответил. 200 — окей, это код ответа. Далее следует указание. Сервер какой версии обработал данный запрос. Когда он обработал этот запрос. Тип данных, то есть контент-тайп. И надо сказать, что красным здесь это выделено по очень простой причине. Потому что это одно из главных полей, один из главных заголовков, который позволяет браузеру понять, что делать с этим ресурсом. То есть когда браузер формирует запросы, он получает какие-то ответы. И строго говоря, браузер, ну как я здесь уже показывал, мы обратились к одному из ресурсов. Допустим, обратимся к нашему кафедральному сайту. Также открою отладчик. Отладчик раздел Network. И перечитаю страницу. Казалось бы, мы обращаемся к одной страничке, мы на самом деле обращаемся к большому количеству ресурсов. То есть и для каждого из них мы получаем ответ. Что делать браузеру, когда он обращается к какому-либо ресурсу? Мы видим, что здесь тип ресурса HTML, CSS, JavaScript, PNG. Значит, и во всех этих случаях формат ответа разный. То есть браузеру, когда он обращается по какой-либо ссылке, неизвестно, что конкретно находится в этом ресурсе. То есть именно на основании заголовка ContentType браузер имеет возможность посмотреть, каким образом определить, что конкретно ему надо делать с этим заголовком. Ро-хидер. Ну, скажем так, здесь я не вижу поле ContentType. Возможно, это поле ContentType просто отфильтровано со стороны браузера. Но, тем не менее, управляя именно этим полем, мы заставляем браузер нужным образом интерпретировать ресурсы. То есть открыть ли, показать ли рисунок, открыть ли HTML страницу, показать как простой текст, запустить, например, какое-либо приложение, например, LibreOfficeCalc или что-то еще. Второе важное поле — это ContentLength. То есть размер тех данных, которые мы отправили. Потому что на самом деле размер данных может быть достаточно большой. И браузер должен всегда знать, принял ли он все данные, принял ли он только частично. Либо мы будем ему отправлять еще порциями. Ну, например, если вы отправляете ресурсом большой, например, DVD-диск, то ясно, что мы не можем его выдать мгновенно. И неплохо бы показывать процесс скачивания. Далее. Увеличенный пропуск — это не просто визуальный эффект, это двойной перевод строки. То есть протокол HTTP подразумевает, что у нас есть текстовая часть заголовков, после которых идет двойной перевод строки, после которых идет конкретно тело ответа в соответствии с тем типом, который мы указали. И каким образом сообщать об ошибках и о том, что все в порядке. Значит, когда вы обращаетесь к серверу, сервер возвращает ответ. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что мы уже перехватили. Мы обратились к ресурсу, например, OpenNet, и мы получили ответ OK200. И, кстати, вы видите, что ресурс — сервер Nginx. Ну, и здесь, кстати, мы видим контент-тайп в явном виде. То есть здесь браузер никоим образом не вмешался, и мы могли посмотреть, в каком виде здесь все происходит. Но здесь единственное, о чем можно упомянуть, что, поскольку мы перехватывали пакеты на сетевом уровне, то вот такой перехват, он возможен только для ресурсов, которые не содержат шифрования. Если бы здесь было шифрование, то ничего подобного мы не увидели бы, потому что шифрование устанавливается между конечными устройствами, то есть между браузером и веб-агентом. Значит, из статусов 200 OK говорит о том, что все в порядке. Статус 301 или 303 здесь отмечены белым. Почему они отмечены белым? Ну, потому что это не совсем окей, но это говорит о том, что ресурс есть, но он перемещен в другую позицию. То есть чаще всего, и вы можете это видеть в браузере, браузер по коду 304, это код из той же серии, автоматически определил, что этот ресурс нам не нужен. То есть он у нас уже есть, так не вижу. К сожалению, я здесь среди них не вижу ни 301, ни 302. Значит, браузер может сам в фоновом режиме независимо и не показывая ничего пользователю переключиться на новое положение ресурса. Коды старше 400 – это коды ошибок. То есть 401 – это код о том, что требуется аутентификация, 403, о том, что доступ к ресурсу невозможен. Код 404 говорит о том, что ресурс не найден. Код 500 говорит о том, что что-то случилось на сервере, но что вы не узнаете. Узнать об этом может только тот, у кого есть доступ к серверному приложению. Но код 404, он по сути является самым известным кодом, который когда-то, в общем-то, был известен всем пользователям интернета. Сейчас, как правило, страница с кодом 404 очень сильно маскируется. То есть поскольку веб-приложение может перехватить обращение к любому ресурсу, вы можете запрограммировать его так, чтобы, например, вместо кода ошибки вы выдавали строку, например, поискового запроса, или строку, которая рекомендует посмотреть какие-то конкретные страницы. Но говоря о коде 404, Сегодня я получил в гардеробе номерок с кодом 404. Будем надеяться, что это не относится к коду ошибки ресурсно-тфайл. Итак, среди заголовков HTTP в соответствии с RFC версией 26.16 самыми нужными для нас являются content-length и content-type. Все остальные вы можете посмотреть в спецификации RFC. Так, есть ли какие-нибудь вопросы по первой секции? Хорошо. Следующий большой раздел. Мы закончили с взаимодействием, мы рассмотрели архитектуру World Wide Web как таковую, и теперь мы переходим к языкам разметки. Прежде чем начать говорить о языках разметки, надо вспомнить, откуда у нас родились современные языки разметки. Родились они от языка SGML, который вообще-то определен стандартом 1986 года, но сам он произошел не просто так, он родился на языках разметки, которые были созданы компанией IBM еще в 1969 году. Современные языки разметки являются потомками SGML. То есть язык SGML содержал многие элементы, они были похожи на то, чем мы сейчас пользуемся, но тем не менее в современном виде SGML до нас не дожил. От дерева SGML мы видим формат docbook, который предназначен для разметки книг, прежде всего, и библиографических записей. Сейчас он скорее относится к формату XML. Формат XML является прямым потомком SGML. И здесь мы видим HTML. Что мы видим? Мы видим, что HTML на самом деле рожден из формата SGML. Это было так до тех пор, пока мы говорили о старых версиях HTML. Современные версии HTML на самом деле представляют собой XHTML и базируются на формате, на языке разметки XML. Ну и надо сказать, что существует большое количество прочих языков, которые также базируются на формате XML. Формат SVG — это формат, например, векторной графики, который представляется в текстовом формате на языке разметки XML. MathML — это язык разметки формул. Говоря об HTML, естественно, следует отметить такую фамилию, как Тим Бернус Ли, который работал в исследовательском центре CERN. И, в общем-то, именно ему предписывают создание современной, не современной версии, а скорее HTML как такового, из которого появился тот формат HTML, который мы сейчас знаем. И человек по имени Тим Бернус Ли, по сути, это одна из самых знаменитых личностей в истории развития интернета. Сейчас его позиция, его статус скорее как лицо, которое занимается координацией развития интернета как такового. Но в чем заключается его заслуга? Он взял достаточно перегруженный формат из JML и на базе него сделал упрощенный язык разметки с минимальным количеством элементов, с минимальным количеством тегов, которые как раз понравились пользователям для дальнейшего использования. То есть именно формат HTML стал тем языком разметки, на базе которого начали создавать простейшие страницы. Формат HTML пережил несколько стадий становления. Естественно, по состоянию на 1991 год отсутствовали какие-либо стандарты, были просто какие-то минимальные рекомендации, которые могли показывать те веб-агенты, которые были созданы на тот момент. Ну, примерно как Lynx, который я вам уже показал. То есть первая версия хоть какого-то стандарта родилась только в 1995 году. Ну и этот стандарт, как мы видим, был предписан в Request for Comments. То есть еще не было никакого органа стандартизации, который бы этим занимался. Попытались вписать в те сетевые протоколы и в те Request for Comments и спецификации, которые писали до этого. Значит, и только в 1997 году появился консорциум World Wide Web, или W3C, в рамках которого и выпущен первый стандарт HTML. И первый стандарт HTML получил, ну, в рамках этого консорциума, номер 32. Далее, 1997 год исправления 4.0, 4.0.1.99, 2000. Более того, здесь же появился формат уже не HTML, а XHTML. И мы видим большой интервал с 2000 по 2014 годы не выпущено ни одного нового стандарта. То есть все эти годы ознаменовались тем, что называется войной браузеров. То есть каждая корпорация пыталась выпускать, ну, прежде всего, это Microsoft, это попытки выпустить браузер на основе Netscape, это появление Google как компании. Каждая из компаний тянула в свою сторону, пыталась создавать свои собственные стандарты. Значит, как следствие, мы получили 14 лет отсутствия спецификации, несовместимые друг с другом браузеры. И только в 2014 году выпущена спецификация HTML 5.0, которая скорректирована в 2016, и уже версии 5.2 в 2017 году. За эти годы, естественно, очень сильно изменился ландшафт, очень сильно изменились возможности аппаратуры. То есть появились видео в интернете, появилась возможность передачи потоковых данных, появились онлайн-чаты, возможность общения в реальном времени и там подобное. То есть ничего этого не было в 2000 году. Сети не позволяли, банальные сети не позволяли обеспечить такие возможности. Сейчас это возможно. И, соответственно, это повлияло на сам язык разметки. То есть он втянул в себя очень много возможностей, которые должны поддерживать анимацию, видео, общение в реальном времени и так далее. Естественно, говоря о технологиях веб, нельзя не отметить язык XML. Язык XML – это Extensible Macap Language или расширяемый язык разметки. Как таковой, он не является самостоятельным языком разметки. Он скорее является мета-языком. То есть на самом XML можно писать только другие языки разметки. И пример, который здесь приводится, показывает как раз создание собственного языка, у которого названия нет. То есть в рамках этого языка мы можем определить, например, некое напоминание. То есть ноут, элемент ноут, заметка. То есть, естественно, откуда система какая-либо может знать о том, что мы здесь написали. Это наши элементы, наши теги, наш язык. Мы говорим с кем, от кого, заголовок и что конкретно в теле. То есть таким образом мы создали свой собственный мини-язык на основе языка разметки XML. Для того, чтобы этот язык мог кто-то понимать, нам нужна спецификация. То есть нам надо определить тип этого документа. Нам мало просто определить, написать какой-то текст. Нам нужно сказать, в соответствии с какой спецификацией этот текст должен быть написан. Когда у нас появилась спецификация, мы можем говорить о создании конкретного языка разметки. Ну и для создания как раз-таки этих спецификаций существует формат DTD. Document Type Definition. Здесь вы можете видеть другой пример. Пример, который взят из Википедии на DTD. В нижней части этого слайда это example. То есть это описание некого формата. Это разметка формата XML, то есть список людей. В рамках этого списка людей у нас есть описание person, то есть конкретная одна персона. Ну и здесь, соответственно, присутствует имя, дата рождения и пол. Так вот, для того, чтобы это считать полноценным языком разметки, нужна спецификация. Спецификация нам говорит о том, что у нас есть элемент people list, внутрь которого может входить несколько, то есть ноль или более, звездочка говорит о том, что это ноль или более элементов типа person. Ну и, соответственно, элементы типа person могут включать имя, опциональная дата рождения, пол, номер социального страхования. Каждый из этих элементов может включать любой набор данных. То есть вроде бы все хорошо. Мы определили язык при помощи такой спецификации. Что здесь плохо? Плохо здесь то, что отсутствует какая-либо проверка на типы данных. То есть мы определили просто иерархию этих элементов друг в друге. Кроме того, если вы посмотрите на саму спецификацию DTD, она выполнена в соответствии с языком SGML. Но спецификация в формате DTD не является, хоть она и предписывает спецификацию для XML, сама она не является XML. То есть есть элемент нарушения нерегулярности с точки зрения XML, такого в XML быть не может. И именно поэтому в начале 2000-х годов компании Microsoft был предложен альтернативный вариант схемы. И он так и называется XML схема. Что здесь хорошо? Ну, во-первых, появилась полноценная поддержка Unicode. То есть мы можем описать свой язык разметки, у которого теги могут быть описаны на любом языке, который поддерживается Unicode, например, по-русски. Элемент, который называется страна, в рамках которой есть название и есть население. Как нам описать схему? В этом случае схема, в отличие от DTD, пишется на языке XML. И здесь мы описываем не только конкретные элементы, но в том числе мы можем наложить конкретные ограничения по элементарным значениям атрибутов, по элементарным значениям элементов. Например, мы можем сказать, что значениями могут быть только строки, или значениями могут быть только десятичные числа. Кроме того, мы здесь можем ограничить конкретными значениями, Например, не просто тип строка, а конкретные строки. То есть перечислить название всех стран, которые есть на данной планете. Ну и так далее. То есть этот формат гораздо более гибкий. Итого, если мы имеем полную спецификацию в формате DTD или формате XML-скима, мы можем говорить о создании своего языка разметки. Из других производных языков разметки мы можем выделить достаточно популярный формат RSS или Rich Site Summary. Значит, это формат новостной ленты. Как правило, я думаю, что вы очень часто видели этот значок RSS. Не буду сейчас заострять на это внимание. Новостные сайты часто публикуют в этом формате новости. То есть это хорошо тем, что если веб-агент понимает соответствующую разметку Rich Site Summary, в этом случае веб-агент имеет возможность красиво отобразить эту ленту. Ну, большинство браузеров современных понимает. Например, если вы подключитесь к Firefox к каналу RSS, он вам информатирует эти новости. Вы будете видеть не в таком формате, а в формате новый заголовок с возможностью перейти на конкретную новость. Также из интересных форматов KML или Keyhole Markup Language. Значит, это формат для описания геопространственных данных. Предложен он был компанией Google. И, например, в программе Google Планета Земля вы можете разметить определенные области. Вы можете использовать этот формат для того, чтобы размечать какие-либо географические объекты. Или, например, пометить поверх карты, допустим, того же самого Google, какой-то объект, который вас интересует. То есть этот формат текстовый, вы можете описать любые данные, любые объекты, которые в то же время будут преобразованы в графическое представление на карте. Ну и плавно мы перешли к формату XHTML. Формат XHTML – это Extensible Hypertext Macup Language. То есть это следующая версия HTML, созданная уже не на основе SGML, а на основе языка разметки XML. То есть первая версия HTML была весьма нерегулярным языком. С точки зрения современного понимания, там было большое количество нерегулярностей, связанных с тем, что корень был SGML. Сейчас все приведено в формат XML, просто приведено для обеспечения стандартизации. Значит, некоторые отличия. В формате XML все теги должны быть либо парными, либо закрытыми. Если есть булевые атрибуты, то есть которые принимают значение true или false, они должны быть полноценно определены как true или false. Они не могут просто присутствовать в списке атрибутов элемента. Имена тегов и атрибутов должны находиться только в нижнем регистре. И кодировкой по умолчанию является UTF-8, то есть Unicode. Прежде, если мы говорили об HTML, у нас была очень большая проблема – кодировка. То есть для англоговорящих проблем не было, для англогнеговорящих было очень много проблем. Потому что даже европейские языки имели расширение в буквах, которые в стандартном латинском алфавите не отображаются, не говоря уже о проблемах с русским языком и кириллицей. То есть у нас существовало, ну как минимум, три конкурирующих формата. Ну, один из них COI-8, Windows и прочее. Говоря о структуре HTML-страницы. На данном слайде представлен пример типовой HTML-страницы. Что мы видим? Мы видим, что первой строкой идет спецификация. То есть, как я уже упомянул, для того, чтобы говорить о конкретном языке разметки, надо указать, какой спецификации удовлетворяет данный язык разметки. Ну, при условии, естественно, что это язык стандартного дерева, SGML или XML. То есть спецификация DOCTYPE определяет тот стандарт, в соответствии с которым выполнен данный язык. Далее. Любой HTML-документ, а документом он называется в соответствии с терминологией SGML и XML, начинается с элемента HTML. Этот элемент может быть только один. В рамках элемента HTML у нас есть два элемента. Head и Body. Head, соответственно, описание заголовочной части, то есть заголовок, который пишется в строке браузера, дополнительная информация для браузера, как отображать данную страницу, стили, скрипты, прочая информация. Вся разметка пишется в Body. Из основных понятий. Спецификация может себя включать. Но, к счастью, в HTML 5.0 сейчас все сильно упростилось. Нам достаточно написать DOCTYPE HTML. Это означает, что наша страница удовлетворяет спецификации HTML 5.0. Раньше нам надо было писать конкретную спецификацию с полным указанием пути, где это хранится консорсиями World Wide Web. То есть это было, мягко говоря, неудобно, но, честно говоря, ни один вебмастер не запоминал эти строки наизусть. Обычно это просто копировалось из одного документа в другой. Далее. Вам надо четко помнить терминологию XML и HTML. Значит, документ. Вся страница является документом. И корневым элементом является HTML. Он может быть только один. То есть документ HTML. Элементом называется крупные элементы, в рамках которых может включаться все, что угодно. Элемент имеет границы тегами определенные. То есть тег открывающий, тег закрывающий, тег открывающий, тег закрывающий. Все в целом называется элемент. Именно поэтому элементом называется здесь head body HTML, а теги либо парные, открывающие, закрывающие, либо не парные, у которых в конце должен стоять слэш. Атрибут находится внутри декларации элемента. Вот он. Атрибут имеет имя, равно значение. Значение пишется в кавычках. Относительно того, где брать справочные данные. Первонаперво все спецификации доступны в открытом виде консорциуме В3Ц. Но спецификации читать в оригинале, честно говоря, тяжело. Потому что язык формальный. Естественно, вы должны хорошо знать английский язык. Естественно, вы должны быть готовы к чтению формальных технических стандартов. Соответственно, интерпретация этих стандартов находится на сайте W3Schools. Этот сайт я вам рекомендую для посещения, по причине того, что он в первую очередь синхронизируется со всеми требованиями стандартов. Значит, если у вас есть сложности с чтением материалов на английском языке, в этом случае вы можете воспользоваться переводами либо HTML Book, либо Developer Mozilla. Ресурсы Mozilla. Надо отметить, что сейчас, если вы работаете в области HTML или JavaScript, то это перво-наперво это справочник всех материалов, которые вам доступны. То есть W3Schools это интерактивные учебники, Developer Mozilla это справочники. Некоторая часть ресурсов переведена на русский язык. То есть в английском случае он будет синхронизирован с требованиями W3C. В русском случае, в русской версии, перевод может быть неполный. Плавно переходим к тому, какие элементы разметки есть в HTML. На данном слайде приводится типичный пример разметки. То есть страница начинается с разметки и спецификации Doctype. Далее есть заголовок. Элемент title. Страница с текстом. Именно эта часть пойдет в заголовок браузера. Следующая мета Charset. Это указание, в какой кодировке мы выполнили данную страницу. Красным отмечена строка, которая является комментарием. Комментарий в HTML это меньше восклицательный знак минус-минус. И, соответственно, комментарий длится до тех пор, пока мы не написали минус-минус больше. На этом у нас хэд закрывается и начинается тело. В теле, то есть элемент body, мы видим элемент pre. То есть преформатированный элемент. Он сохраняется в таком виде, так как написан. То есть это один из устаревших элементов разметки, который у нас дожил с самых ранних версий HTML. Сейчас он практически не используется. Элемент p это параграф. Ну и здесь, наверное, имеет смысл показать, как оно выглядит в реальности. То есть если мы возьмем эту простейшую страницу, мы можем перетащить пример в браузер. В браузере мы можем всегда посмотреть текст страницы. Мы видим, что у нас есть элемент pre, у нас есть параграф. И что мы видим в отображении браузера? Браузер отобразил pre как есть, но в то же время текст, который будет переформатирован, то есть это параграф. Браузер проигнорировал здесь переводы строк. Элемент br это элемент break line. То есть перевод, который был здесь написан. Обратите внимание, текст запятая браузером склеены, который будет break. В этом случае мы видим перенос. Далее. Если мы работаем в отладчике в браузере, отладчик сейчас встроен во все современные браузеры, есть очень полезный режим инспектор. В режиме инспектор мы можем навести на соответствующий элемент разметки, и мы получим его вот в такой части отладчика, части подсказки. и сможем увидеть, как конкретно представляется в разметке html. Так, возвращаемся к слайдам. Если мы хотим разметить списки, для списков у нас есть два элемента. Это ul и ol. Смотря на такие обозначения, надо помнить английский язык. То есть что такое ul? Это сокращение от unordered list. А ul – это ordered list. То есть ненумерованный и нумерованный список. Когда мы размещаем список, мы можем указать тип. То есть для unordered мы можем указать, каким образом отмечать эти элементики, либо диском, либо окружность незакрашенная, либо square, то есть квадрат. Если же мы говорим об ordered list, то у нас вариантов гораздо больше. Мы можем запросить арабские числа, арабские цифры, нумерацию, естественно, арабскую. Мы можем запросить алфавит, то есть A – это английский алфавит, с большой буквы, либо с маленькой. И буква I – это римские цифры. Старт – это то самое начало, с которого мы можем начать нумеровать. Как это выглядит в браузере? В браузере это выглядит следующим образом. Unordered list. То есть вы видите закрашенные кружочки, незакрашенные квадраты. Как это выглядит в разметке? Незакрашенные. Unordered list как есть. Так, наоборот, извините. Закрашенные по умолчанию. Незакрашенные. Type – circle. Квадраты. Type – square. Атрибут type со значением square. Теперь ordered list. Обратите внимание, первый элемент начинается с тройки. Почему начинается с тройки? Да потому что использован атрибут, который называется start равно 3. Во всех остальных случаях мы видим нумерацию буквами либо римские цифры. Значит, если мы хотим изменить, допустим, нас не устраивает здесь римские в нижнем регистре, мы хотим римские в верхнем регистре, исправляем значение атрибута, браузер тут же перерисовал и перенумеровал. Обратите внимание, что список, несмотря на то, что мы используем, несмотря на то, что в браузере это отображается как нумерованный список, в разметке мы не использовали нумерацию вообще. То есть язык разметки HTML позволил описать это таким образом, чтобы браузер принял решение сам автоматически. Следующий аспект. Здесь пример нумерованных списков, которые я уже показал. Следующий вопрос — это выделение заголовков. Для чего это нужно? Сделано это было просто для визуального форматирования, с тем, чтобы браузер по умолчанию мог выделить определенные фрагменты текста иначе, чем все остальные. 20 лет назад такой подход в том числе использовали для поисковой оптимизации. То есть считалось, что если кто-то разметил head, то есть заголовки, сам в странице, то таким образом он акцентирует внимание на то, что эта часть более важная, чем все остальное. Сейчас поисковые машины, как правило, игнорируют такую разметку. То есть это осталось, скорее, для совместимости со старым режимом, но тем не менее вы можете использовать такой подход для того, чтобы упростить себе форматирование текста. Тем не менее вы можете его сейчас переформатировать как угодно. Значит, по схеме HTML предусмотрено было базовые 6 заголовков, то есть в зависимости от того, какую цифру вы используете, это говорит о том, заголовок какого уровня. Однако посмотрите на разметку. Разметка здесь не является иерархической. То есть каждый из элементов заголовков, это head, он полностью самодостаточный, тег открывающий, тут же тег закрывающий. То есть здесь нет иерархии, нет вложности. Как вы сами разметили, так оно и будет отображаться. То есть никакими машиночитаемыми средствами автоматически понять мы не можем о том, что, например, заголовок 2 вложен внутрь заголовок 1, ну потому что они не иерархичны. И в этом смысле это нарушение разметки с точки зрения языка. Тем не менее вы можете использовать эти элементы разметки, в том числе для того, чтобы переопределить соответствующим образом их отображение. Значит, то, что касается разметки таблиц. Естественно, в HTML должна быть разметка таблиц. Разметка таблиц начинается с элемента table. Строки — это сокращение table.raw, заголовки — table.head и конкретные ячейки — это table.data. Кроме того, возможно комбинировать и склеивать между собой различные ячейки либо в колонках, либо в строках. И здесь приводится такой вот пример разметки. То есть таблица, у которой есть атрибуты ширина и толщина border — это граница. То есть надо определить, чтобы она была видимая как таблица. Нам надо сказать браузеру, с какой толщиной отобразить. Надо сказать, вот эти атрибуты являются устаревшими. Но об этом чуть позже. Далее определяем таблицу, определяем строки. Вот они, table.raw. Первая, вторая, третья строка. И определяем колонки. Причем в первой строке у нас только две колонки, но используется атрибут, который называется call span. Причем он говорит о том, что у нас будут объединены две колонки. Ниже мы видим три колонки, определенные как table data. Причем в последней у нас есть атрибут rospan. То есть говорит о том, что нам надо склеить две строчки. И в последней строке у нас только две колонки. Теперь как это выглядит? Это выглядит как следующая табличка. Обратите внимание. Первая колонка. То есть она является склеенной. И если мы посмотрим в инспекторе, мы видим, что это не что иное, как строка color span 2. Третья колонка склеена. И мы видим rospan 2. Если мы сейчас поставим rospan 1, ее формат изменился. То есть видите, что строчка стала только одна. Если мы напишем rospan 3, ну конечно же, внешний вид у нас повредится, потому что у нас третья строка отсутствует. Да, у нас ее нет. Ну ладно, тратить время пока не буду. По остальным ячейкам, по остальным данным, которые мы здесь видим, мы можем спозиционироваться на любую ячейку. Видите? И текст разметки это не что иное, как table data. Формат текста, он полностью переносится из кода, да? Из страницы. То есть как в коде он был написан, так он переносится. Не совсем. Есть некоторые отличия. Отличия заключаются в спецсимволах. И эти как раз отличия местами вы можете видеть, так не можете. Чего в моем примере здесь видеть. Но об этом я скажу чуть позже. То есть в целом текст переносится, но есть спецсимволы по причине того, что у нас есть ограничения. Например, в тексте мы не можем использовать те же самые символы, которые являются служебными для HTML. К примеру, меньше-больше. Возвращаемся к презентации. Что еще раз? Есть специальный формат спецсимволов. О нем я скажу чуть позже. Помимо таблиц у нас есть возможность логически разбить элементы разметки блоками. Причем у нас есть два типа блоков. Это блоки типа div и блоки типа span. Значит, блоки типа div позволяют включить в себя любые фрагменты HTML. То есть здесь мы можем видеть как раз пример, в которые вставлены параграфы и таблицы. То есть при помощи div мы можем разметить по-крупному фрагменты HTML, и что мы конкретно туда вставляем. Span — это всегда вставка в одну строку. То есть если вам надо выделить, например, каким-то образом текст, вы используете span. Если это большой фрагмент HTML, то вы используете div. Значит, следствие появления div. Вообще, зачем они возникли? Дело все в том, что когда появился формат HTML, мы использовали только таблицы. Ну и в 90-е годы табличная верстка — это был один из самых простых способов, как обеспечить верстку, например, в три колонки. Ну потому что писать в одну колонку очень быстро поняли, что куда же будем размещать рекламу, например, если у вас только одна колонка. Значит, рекламу надо разместить где-то сбоку. Значит, нам надо иметь несколько колонок, а как их сделать? Ну самый простой способ несколько колонок — это просто задать таблицу, у которой не видно рамки, то есть рамка толщины имеет ноль, но при этом браузер будет отображать несколько колонок. В чем проблема такого подхода? Проблема — полная неуправляемость. Если вы хотите переместить эти колонки, если вы хотите увеличить количество колонок, то вам надо переверстывать всю страницу. Соответственно, что делать? Этот подход, мягко говоря, неудобен, и поэтому был предложен подход верстки через блоки, блоки при помощи div. Сейчас у нас как таковые остались три варианта верстки, то есть табличный. Если вы будете использовать табличную верстку где-либо в серьезной компании, то, скорее всего, вам оторвут руки. Поэтому сейчас мы используем либо блочный вариант, либо мы используем комбинированный вариант. Если надо что-то очень простое сделать и отверстать в табличном виде, ну хорошо, используем табличный вариант многоколоночной верстки. Но, как правило, сейчас везде уже используем блочную верстку. Что такое блоки? Блоки мы можем посмотреть, ну, например, вот здесь. То есть, обратите внимание, мы видим два фрагмента. И они разнесены блоками с элементами div, внутри которых в одном случае есть таблица, в другом случае это параграф. Причем мы можем размещать их как угодно. То есть, видим, что таблица у нас находится справа. Если бы мы использовали, например, табличную верстку, то для нас был бы кошмар переместить вот этот блок справа куда-нибудь влево. А все, что нам надо здесь сделать, это просто переместить его в соответствующие позиции при помощи стиля. О них будут говорить чуть позже. Среди запрещенных элементов можно выделить, например, center, font, italic, bolt. То есть, эти элементы мы использовали в html или версии 2.0, но сейчас использовать их ни в коем случае нельзя. Проблема вся та же. Если вы используете эти элементы, вы жестко кодируете режим отображения внутри страницы. То есть, вы дальше лишаете себя возможности поменять отображение, если нужно. То есть, например, изменить форматирование, изменить выравнивание не по центру, а там слева, с правого края, изменить шрифт. В случае использования этих элементов вы жестко зашиваете внутрь. То, что касается форм. Естественно, в веб-приложении нам нужны формы. Формы, в которых мы можем ввести какие-либо данные. Значит, для того, чтобы использовать форму, мы должны воспользоваться элементом, который называется form. И если мы хотим сделать элементы ввода, мы должны использовать элемент, который называется input. Ну, логично, в переводе с английского языка. Типы элементов input это кнопка, это checkbox, то есть, это элемент, в котором мы можем поставить галку. Например, файл. То есть, выберите файл, который вы хотите загрузить. Элемент hidden, для того, чтобы передать какую-то скрытую информацию, которая нам пока недоступна, но нужна нашему приложению. То есть, пользователь не должен видеть, но мы хотим там что-то хранить. Image, соответственно, разместить изображение. Паспорт замаскировать звездочками. Radio, то есть, селектор с кружочками, которых вы можете поставить, выбрать один из многих. Reset submit, это кнопки. Текст, это текстовое поле. Text area, это, соответственно, поле с текстом, которое вы можете расширять. Button, это обычная кнопка. И select, соответственно, это выпадающий список. Так, значит, как выглядит форма. Простой пример формы представлен на этом слайде. То есть, форма имеет элемент form, есть атрибут action, который говорит, что надо сделать, то есть, куда отправить, по какому ресурсу. Здесь нет указания домена, потому что по умолчанию форму всегда отправляют в текущем домене. Метод get, то есть, это тот метод, которому будет отправлен запрос по протоколу HTTP. Напоминаю, что у нас есть варианты либо get, либо post, либо put. Но также мы можем сделать запрос delete и head. Но head, delete в данном случае не годятся. Значит, мы можем в форме отправить либо через get запрос, либо через post запрос. И, соответственно, мы здесь пишем там имя, фамилия, пол. Ну, простейшая формочка, которая будет выглядеть примерно вот так. Значит, обращаю внимание, здесь небольшое отступление. Если вы создаете интернациональное веб-приложение, вот эта форма может уже кого-то дискриминировать. Значит, суть проблемы. Проблема заключается в том, что количество полов зависит от того, для какой страны вы делаете это веб-приложение. На самом деле, это уже не смешно, потому что, ну, в качестве примера, последний раз я, например, увидел три варианта. Это было оформление визы в Индью. Значит, там было два варианта стандартных, третий вариант является ли заявитель трансу. Значит, если мы говорим, например, об американском рынке, то в этом случае количество вариантов может быть еще больше, потому что могут быть использованы промежуточные варианты. То есть, когда вы делаете вот такую форму, всегда надо помнить о том, на какой рынок вы ориентируете приложение. Иначе у вас могут быть проблемы с законодательством, вас могут обвинить в дискриминации. И переходим к тому вопросу, который уже прозвучал. То есть, что делать, если мы не можем отобразить какие-либо элементы в тексте, которые не могут быть корректно отображены. То есть, естественно, мы не можем корректно отобразить элемент амперсант, он является служебным. Естественно, закрытыми для использования являются элементы меньше-больше, они используются для спецразметки, и мы не можем их непосредственно написать в тексте. И могут быть проблемы с юникодом. Значит, в этом случае используется схема, которая называется специальный символ. Специальный символ всегда начинается со знака амперсант, далее словами кодируется обозначение этого спецсимвола, и спецсимвол всегда заканчивается точкой запятой. Обратите внимание, иногда делают ошибки в разметке, спецсимвол всегда начинается с амперсант, далее слово и точка запятой. Значит, амперсант, ну, естественно, это амперсант, сокращение амп, неотделяемый пробел, сокращение nbsp, но вспоминаем английский язык, non-breakable space, и все становится просто. Соответственно, знаки меньше-больше, ltgt, то есть later или greater, полный перечень спецсимволов, смотрите по какой-либо из этих ссылок, их на самом деле достаточно много, но это не есть цель нашей лекции. И кроме того, вы можете указать любые юникодные символы. Значит, когда надо использовать вот такие коды, несмотря на то, что они громоздкие, они могут быть полезны. Дело все в том, что заказчиком для вашего веб-приложения может быть кто угодно. Например, если вы сделаете приложение для азиатского рынка, ну, или даже, для арабских стран. То есть вы не знаете их язык, и вы не в состоянии проконтролировать, правильно ли написан тот или иной символ. Потому что, ну, как, ну, китайские иероглифы будет для нас, например, распознавать достаточно сложно. С арабскими буквами, ладно, их, по крайней мере, количество ограниченное. Значит, что делать? Вам надо написать разметку программы так, чтобы не ошибиться ни в каком из символов. Самый простой способ писать кодами Unicode. В этом случае, по крайней мере, цифры вы распознать можете, и в цифрах вы можете проверить, правильно ли цифры. Вы не ошибетесь, они не покорежатся при переносе, и никто не ошибется при копировании. Так, ну, то, что касается первой части языки разметки, мы сейчас закончили, и мы переходим ко второй части. Вторая часть это язык CSS, или язык стилей, Cascading Style Sheets. То есть, это стили, которые позволяют изменить внешний вид нашей разметки. Значит, в рамках CSS что мы должны знать? Мы должны знать о том, что есть селекторы, свойства, у них есть значения, и нам надо рассмотреть механизм наследования. Подключение стилей происходит очень просто. Есть специальный элемент, который называется Style. То есть, в Style вы можете указать тип, например, текст CSS. То есть, в этом случае говорим о том, что у нас стили внедряются в страницу. Во втором случае, если мы храним стили во внешнем файле, а в современных веб-приложениях чаще всего мы так и делаем, то есть, мы храним снаружи, то в этом случае мы должны подключить этот внешний файл. О чем мы здесь и говорим? Мы говорим, что ссылка относительна на таблицу стилей. файл называется Style.css и тип этого файла текст CSS. Следующий важный аспект это наследование. Что понимается под наследованием CSS? Под наследованием CSS понимается вложенность. То есть, если мы говорим о разметке в языке HTML, естественно, как в любом языке, основанном на XML, у нас атрибуты вложены. И пример. У нас есть OrderedList, ListItem. Все это вложено внутрь элемента Body. То есть, если у нас элемент Body получает какой-либо атрибут, эти свойства, которые у него назначены, будут распространяться на все те элементы, которые находятся внутри него. То есть, именно это понимается здесь под наследованием. То есть, если мы назначаем свойства на любой из атрибутов, на любой из элементов выше, чем тот, который нам нужен, на все вложенные это автоматически распространяется. Проиллюстрировать это очень просто. Мы возьмем пример. Так, пример. Так, вот он пример. Значит, и в этом примере у нас есть элемент, ну, допустим, мы ему укажем атрибут, стоп, нас интересует новый атрибут, style равно, допустим, color red. Что у нас произошло? У нас ничего не изменилось. Значит, я сделал здесь ошибку. color, 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 red. Так, сейчас все прошло удачно. То есть, смотрите, я применил атрибут свойства color red, стиле, и в этом случае это все распространилось на всех потомков. То есть, потомками они для данного элемента являются потому, что они находятся внутри. Соответственно, если я напишу что-нибудь, ну, допустим, вот здесь, я напишу также style равно color, ну, допустим, green. обратите внимание, я изменил свойства в одном из элементов, ручки стали зелеными. То есть, несмотря на то, что свойства наследуются, мы все свойства можем переопределить у потомков. Итак, говоря об основных принципах CSS, у нас всегда есть пары. Пара селектор, то есть, правила выполнения, то есть, каким образом применить данное правило. И что конкретно делать, если это правило совпало? Говоря о типах селекторов, у нас есть простые селекторы. Среди селекторов CSS можно выделить селекторы простые, селекторы группы, селекторы класса, идентификатора, атрибута, потомка псевдокласса. Коротко пройдемся по всем из них. Что такое простой селектор? Простой селектор потому и называется простым, что применяется он только на простейшее правило, то есть, на конкретное имя одного единственного атрибута. Правильнее сказать, конечно, на все атрибуты, имеющие такое имя. Например, на заголовке. То есть, эти селекторы, которые приводятся здесь, говорят о том, что найти нам элементы заголовка в первого или второго уровня и применить к ним стиль, который называется sans-serif. Селектор группы отличается от простого селектора только тем, что в этом случае мы можем через запятую в одной строчке перечислить атрибуты, все имена, всех атрибутов, которые нам нужны. То есть, в простых мы должны два раза писать, если мы хотим для заголовков первого и второго уровня перечислить, то в случае селектора группы мы сделаем это в одной строчке. Никаких других отличий здесь нет. Селектор класса. Что такое класс? Класс это атрибут, который позволяет назначить определенное имя для элемента, причем один элемент у нас может иметь более чем один класс. Все классы перечисляются через пробел. К примеру, здесь приводится элемент заголовка первого уровня имеет класс pale, ну или бледный. Кроме того, один класс может быть назначен на разные атрибуты, на разные элементы, то есть в этом случае это означает, что эти элементы должны подчиняться одному стилю, но третий элемент у нас здесь не содержит указания класса. Это значит, что если мы написали правило, которое применяется к классу pale, сделать цвет зеленым, то к элементам, к значениям, которые находятся внутри элемента div, они применены не будут. Классы пишутся через символ точка, то есть точка класса. Абсолютно равнозначные варианты, либо звездочка точка класс, либо точка класса. Ну и кроме того, мы можем применить правило, например, к классу конкретного элемента. То есть, если здесь мы применяли ко всем, то здесь мы применяем к конкретному элементу. То есть, найти нам только элементы, которые имеют имя header1. Селекторы, идентификаторы. Что такое идентификатор? Но это также атрибут, который называется id. В чем принципиальное различие от класса? Принципиальное различие от класса заключается в том, что элемент с данным идентификатором может быть один и только один. То есть, потому он называется идентификатор. Идентификатор всегда идентифицирует. Но запомните, это очень просто. Если мы говорим о студентах, студенты, например, относятся к классу студенты, студенты могут быть отнесены к классам, имеющим имя, соответствующее группе, но при этом каждый студент может быть идентифицирован индивидуально посредством чего? Посредством паспорта. То есть, к примеру, паспорт и номер паспорта – это тот самый идентификатор каждого конкретного студента. Но все студенты могут быть отнесены к классу, который называется студент. То есть, разница в записи в том, что мы используем символ решетка, ну или шарп в английском произношении. И для атрибутов мы назначаем ID равно. И также мы можем применить к конкретному элементу идентификатор или безадресно. То есть, нас не интересует, как называется этот элемент, мы применим к любому элементу, у которого есть такой идентификатор. Требование, что на странице он должен быть только один. Селектор атрибута. Я уже успел упомянуть, что внутри элемента могут быть атрибуты. То есть, само слово класс является атрибутом, ID является атрибутом, но если мы хотим искать, например, по каким-то еще атрибутам, то мы можем воспользоваться селекторами атрибутов. То есть, мы можем написать, например, произвольные атрибуты. Так, есть ли у меня здесь пример с произвольным атрибутом? Нет, у меня здесь примера с произвольным атрибутом нет. Значит, в качестве атрибута здесь используется в качестве имени атрибута слово класс. Но класс, по большому счету является таким же точно атрибутом то есть мы можем написать различные комбинации мы можем написать сколько угодно разных комбинаций мы можем указать что допустим должен быть атрибут который называет title вообще атрибут который называется выравнивание применить его только в том случае если выравнивание указано для параграфа ну и выполнить пример какое-то действие селекторы потомков но говоря о наследовании я уже упомянул что наследование здесь понимается об уровне вложенности соответственно мы пишем элементы последовательно как они вложены друг друга значит не перепутайте здесь нет никаких знаков припинания кроме пробела здесь стоит пробел значит запятая говорит о селекторе группы здесь мы говорим о наследовании то есть элемент заголовок вложим внутрь элемента table raw то есть строка на любом уровне вложенности если нас интересует конкретная ложность например что нас интересует элемент м м фазис то есть выделение разметки который вложен сразу в параграф то есть непосредственно никаких там дополнительных промежуточных элементов как здесь нет то просто пишем п больше м если нас интересует строго на уровне 2 вложенности то мы можем указать вот так то есть есть элемент параграф внутри которого вложено что угодно и внутрь этого вложен элемент эмфазис есть селектор псевдокласс что такое селектор псевдокласса это то что определяет состояние для определенных элементов среди таких элементов можно выделить элемент анкор то есть элемент анкор или якорь или тот элемент который содержит ссылку он имеет несколько состояний это состояние то есть ссылки которые еще не были посещены я думаю что вы обращали внимание когда вы в браузере нажимаете на какую-то ссылку то браузер меняет цвет этой ссылке значит это не что иное как состояние ну или кодируется псевдо классами то есть visited это состояние посещенных ссылок how it соответственно то что выделено в данный момент и активные где которые можем перейти то есть для каждой из них вы можете отдельно переопределить то как надо отображать эти ссылки ну и говоря о шрифтах для разметки шрифтов есть соответствующие фонд family свойство фонд family в рамках которого вы можете задать семейство можете раз задать размер вы можете задать стиль и цвет шрифта как это задается во-первых говоря о фонд family то есть семейство шрифтов есть стандартное семейство шрифтов, которые браузер сам догадается, как отображать. Ну, они называются Serif, Sunserif, Monospace, Cursive и Fantasy. И, в общем-то, они здесь и перечислены. То есть, Serif — это шрифт с засечками, Sunserif — шрифт без засечек, Monospace — то есть, моноширинный, Cursive — наклонный шрифт, Fantasy — какое угодно, рукописный, то есть, он называется Fantasy, ограничений на него как таковых нет. Браузер сам выберет, в соответствии с тем, что вы здесь выбрали, в зависимости от того, какая операционная система и какие шрифты установлены. Вы можете всегда указать несколько шрифтов. То есть, например, font-family Times New Roman в кавычках говорит о том, что надо прежде всего использовать этот шрифт, если он есть. Если его не нашли, ищем шрифт, который называется Times. Если мы не нашли этот шрифт, использовать любой шрифт семейства Serif. Значит, font-style — normal, то есть обычный шрифт, italic — это наклонный шрифт, и шрифт, который называется облик — это тоже наклонный шрифт, но он отличается от italic тем, что в случае italic — это специально нарисованный наклонный шрифт, а облик — это шрифт, который просто алгоритмически будет положен на бок. font-size определяется в пикселах m, то есть в стандартных единицах. Ну, можно сказать, что если вы хотите использовать стандартный шрифт, то принимаем, что его размер 1m. Проценты либо пункты. Пункты такие же, в общем-то, как, например, вы выбираете в текстовом редакторе. То есть, ну, чаще всего используем все-таки m или пикселы, если надо вписывать во что-то. color — это свойство, которым мы можем указать цвет шрифта. Ну, и проиллюстрируем это в браузере. То есть, вот они примеры. Примеры, в которых мы просим браузер отобразить текст с определенным семейством шрифта. Ну, видим шрифт с засечкой, шрифт без засечки, курсив — нет у него такого шрифта. Ну, по крайней мере, нет у него для русского языка фэнтези. Вот что-то такое рукописное, моно-спейс, моно-ширидный. Да и, в общем-то, все. Ну, конкретно говоря, стили у нас были применены на идентификатор параграф 1. Следующий аспект — это так называемая блочная модель. Что такое блочная модель? Дело все в том, что по модели CSS любой элемент, который есть на странице, он определяется такой схемой границ. Значит, когда мы говорим об элементе — это контент, то есть содержимое, сам элемент. Далее есть отступ вокруг этого элемента, он называется padding. Мы можем определить размер полей вокруг этого элемента. За отступом идет граница. Граница имеет толщину. Эту толщину вы можете задать. И за внешней границей находится поле, которое называется imagine. То есть примерно выглядит это таким образом. Ну и, естественно, вы можете задать ширину, высоту. Вы можете задать по каждой из границ внутренний отступ до границы. Далее, вот именно в таком порядке вы можете задать здесь цифры, определяющие отступ сверху, справа, снизу, слева. Либо указать конкретные отступы с какой-то из сторон. И, в общем-то, то же самое вы можете задать для внешней границы. И border тоже в таком же точном формате. И здесь я это проиллюстрирую при помощи следующей схемы. Значит, возьмем элементы разметки div. И посмотрим, как выглядят эти div. Например, нас интересует вот такой элемент. Значит, обратите внимание в браузере. Это отладчик, который нам позволяет увидеть булочную модель, именно то, что я вам только что нарисовал. То есть внутреннее представление в пикселах задано. Padding, то есть внешний отступ. И внешний отступ мы можем контролировать. Мы можем изменять. Можем мы его изменять. Можем. То есть как только я его изменил в пикселах, вы видите, что у меня увеличилось расстояние. Вот она прямо на глазах увеличивается от внешней границы. То есть я могу поставить отступ с любой из сторон. Например, здесь 20. И текст вот он съехал. Дальше. Я могу поставить размер границы. Сейчас стоит 2. Допустим, хочу, чтобы вот слева размер границы у меня был 50 пикселов. Так. Испытываю некоторые проблемы с изменением. Так. Не дает мне границу поменять. Но зато я могу внешнюю границу поменять. Ну, значит, то, что касается границы, поверите мне на слово. Это про вопрос с переопределением стилей. Так. Вот здесь. Здесь, значит, я не туда попадал. Значит, продемонстрирую здесь. То есть я поставил 60, например, 6. Ну, какую угодно границу. То есть мы можем управлять размерами отображения границ, отступов и внешних размеров для любого элемента. Абсолютно для любого элемента в рамках этой модели. Так. Теперь то, что следует сказать об этом примере. Позиционирование у нас может быть статическим, то есть по умолчанию, абсолютным, относительным или фиксированным. Значит, самые простые варианты – это статическое позиционирование и фиксирование. Статическое – это последовательный порядок следования тех элементов, которые у нас есть. Фиксированное – это позиционирование элементов относительно угла окна браузера. То есть с этим все просто. Сложности с абсолютным и относительным позиционированием. Значит, абсолютное позиционирование относительно блока контейнера, в котором это находится, относительно его угла. А относительное – это позиционирование относительно потока. Значит, проиллюстрирую это этим примером. Обратите внимание, по тексту разметки у нас есть элемент div, внутри которого вставлен другой элемент div. При этом мы можем посмотреть, какие у нас стили используются для этого элемента div. Обратите внимание, позиционирование вот здесь относительное. Позиционирование во втором элементе абсолютное. Значит, у каждого из этих элементов есть свойства, которые говорят left, top, отступ слева и сверху по 20 пикселов. Что мы видим? Мы видим текст вот здесь. Мы видим относительное позиционирование вот здесь. Смотрите, если я исправлю на абсолют, блок тут же съехал на текст. То есть отступ у нас сейчас 20 пикселов от угла браузера. Если я его ставлю relative, отступ 20 пикселов, вот он, отступ. От того места, где этот элемент был бы выведен, если бы у нас не было указанное позиционирование. То есть относительно нормального потока. Нормальный поток означает вывести предыдущий элемент и сделать отступ от него. Значит, а второй div — это абсолютное позиционирование. Значит, абсолютное позиционирование от угла того контейнера, куда он вставлен. Он вставлен в другой элемент div. То есть и в этом случае отсчитываем 20 пикселей, которые у нас указаны сверху и слева. И вот мы получили наложение на главное меню. Главное меню проигнорировано, потому что мы используем абсолютное позиционирование. Опять же, стоит мне только поменять на relative. И смещение 20 пикселов отсчитано от позиции, где этот элемент заканчивается. Есть ли вопросы по позиционированию? Можно. Мы можем указать отрицательные значения. В этом случае у нас, допустим, по высоте элемент сместился вверх. То есть положительные координаты. У нас угол находится в левой верхней точке. И координаты по высоте, соответственно, то есть топ, идут вниз. И координаты left, то есть с левого угла, идут вправо. То есть на данном слайде коротко подводится итог. Как раз тот самый пример. Значит, абсолютное позиционирование, вот оно внутри, считается от угла контейнера, потому что мы находимся внутри элемента div. То есть вот элемент div, один вложен в другой. И именно здесь мы считаем это отклонение. Для относительного позиционирования relative, назначенный на элемент div с идентификатором main, мы считаем от того угла, где у нас идет нормальный поток. То есть после текста, выведенного до него. Следующий аспект. Мы можем использовать элементы разметки div вместо таблиц. И выглядит это следующим образом. Есть стандартные классы. Стандартные классы, которые позволяют сделать отображение очень похожим на таблицу. То есть глядя на вот этот результат, вы не можете сказать, что это такое, это table или это div. Тем не менее, мы смотрим, что это такое. И мы видим, что здесь просто-напросто использованы классы, которые называются div table column, div table caption, div table row. Но из недостатков то, что здесь эти элементы все же вложены друг к другу. То есть таблицы никуда не делись. Они как были таблицами, так и остались. Надо сказать, что CSS не стоит на месте. То есть то, что я сейчас показал, это простейшие элементы CSS. Но дело все в том, что есть CSS уже второй версии, третьей версии, даже четвертая прорабатывается. И современный CSS позволяет делать очень много вещей, связанных с оформлением, связанных с изменением отображения страниц и элементов. Например, если вам нужны скругленные края каких-то кнопочек, вам не надо рисовать самим. Вам надо воспользоваться соответствующим разделом из CSS, который называется rounded corners. Здесь я просто перевел, просто привел перечень заголовков и основных разделов, которые вы можете прочитать на V3School. Материалы данной лекции это не входит. Среди них в том числе анимация, это красивое отображение кнопочек, это различные эффекты, то есть все то, что сейчас очень широко используется. И даже если вы хотите, например, сделать красиво размеченную таблицу, вам не надо рисовать, самим размечать эту таблицу. Вы можете воспользоваться стандартными стилями, которые сделают вам чередование строк. Следующий важный аспект это как проверить правильность HTML и CSS. То есть мы работаем с языками разметки, языки разметки, которые по сути никоим образом не компилируются, то есть вся обработка на стороне браузера. То есть, конечно, там есть определенные правила обработки, но когда мы пишем эту разметку, неплохо бы ее проверить до того, как ее увидят в покорежном виде конечные пользователи. Это сделать мы можем при помощи программ-валидаторов. Эталонный валидатор – это, естественно, валидатор консорциума V3, то есть Validator V3.org. Кроме того, любой браузер будет проверять, но не любой браузер будет показывать ошибки. Вы можете установить соответствующие расширения, например, Firefox HTML Validator или Firefox Validator или любые другие валидаторы. Вы можете воспользоваться специальной программой, которая устанавливается как обычная настольная программа, и при помощи этой программы устранять те ошибки, которые вы допустили в разметке. Ну, непарные теги, неправильно использованные символы, неправильно использованные атрибуты и так далее. Практически любая современная среда разработки это сама будет подсвечивать. Ну и говоря о том, что еще можно делать с HTML, возьмем, например, вот такую страницу. Что мы видим на этой странице? Если мы откроем исходный код этой страницы, мы не видим то, что здесь изображено. То есть, то, о чем я рассказывал до этого, это были статические страницы. Пример, который вы видите сейчас, это страница динамическая. Динамическая она стала, потому что мы сюда добавили код на языке JavaScript. По литературе. В рамках этого курса, по сути, целью этого курса не является глубокое изучение языков разметки, поэтому то, что я сейчас рассказал на лекции, это минимально необходимая информация для того, чтобы понимать, что такое язык разметки, что такое CSS, и, по крайней мере, быть в состоянии сверстать элементарную страницу. Если вы хотите заниматься этим глубже, то, естественно, читайте справочники интерактивные в A3Schools. Это, естественно, developer mozilla.org, это htmlbook.ru, ну и книги, которые относятся к этой тематике. Скорее сейчас надо читать онлайн ресурсы, чем книги, просто по причине того, что книги очень сильно задерживаются во времени. Причем также предупреждаю, что мы с вами имеем дело с русскоязычными, книгами, то есть мы имеем задержку в переводе как минимум в один-два года, после того, как появилась какая-либо рекомендация и, соответственно, выпущено это в русском переводе. Ресурсы типа developer mozilla.org или htmlbook, вы можете, на самом деле, сами поучаствовать в наполнении этих ресурсов и в переводе, если вы можете это сделать. На этом я хотел бы закончить первую лекцию. Спасибо за внимание.